В этом видео 4 разных цивилизации будут строить свои империи. Все будут начинать с полного нуля и равных условий. На каждом огромном острове будет находиться по тысячу человек. Им придется строить империи в хардкорных условиях, ведь рождение новых детей будет отключено. Придут ли цивилизации к мирному соглашению или начнут межконтинентальную войну? Всякое может случиться, но я обещаю, что это самая увлекательная история, которую я когда-либо видел. Не пропускайте это и выбирайте нацию, за которую будете болеть. Заселяем мы первую тысячу человек на остров с самым обычным биомом. Первая тысяча успешно заселена. Следующий остров это у нас заснеженный биом. Сюда мы также заселяем тысячу человек. Следующий остров это у нас остров с биомом саванны. Сюда мы также заселяем тысячу человек. И следующий остров это у нас остров с биомом джунглей. И вот последняя тысяча была заселена. В центре нашего мира находится супер крутой остров с супер крутыми ресурсами. Адамантий, золото, мифрил и серебро. Какая цивилизация сможет первой заселить этот остров? Та и окажется богаче. В мировых законах мы выключим восстание и, конечно же, рождение новых детей. Выключим голод и старость, а также природные катаклизмы и другие бедствия. Государство на острове с обычным биомом мы назовем Бельмени. И их цвет королевства мы перекрасим в синий цвет. На острове снежного биома мы называем государство Бутылия. И перекрасим их государство в красный цвет. Далее идет у нас остров Биома Саванны. Их государство мы назовем Чибупелия. И перекрасим их флаг в зеленый цвет. И, наконец-таки, джунгливый остров. Здесь государство мы назовем пчелки. И государство перекрасим в какой-нибудь желтый цвет. Отключаем все ненужное, кроме эпохи надежды. Пельмени уже построила пять палаток и первый костер. А в Бутылии даже построили первую хижину. У пчелок абсолютно такая же ситуация. В Чебупелии пока только палатки. Забыл сказать, но на центральном острове, помимо крутых ресурсов, также есть крутой краб. Краб Вася. Я думаю, это очень приятный бонус. В Чебупелии началось сражение с носорогом. К счастью, носорога убили и никто не погиб. На данный момент у нас уже прошло десять лет. И вот пельмени основали второе поселение. В государстве Бутылия то же самое. И Чебупелия также основала второе поселение. Пельмени уже построили очень большое количество хижин. Уровень культуры их королевства равен второго уровня. А получение знаний равен двум. Изучили уже дома первого уровня и производство оружия. Бутылии культура уже четвертого уровня. И получение знаний четыре и восемь. Это в два с половиной раза больше, чем у пельменей. Изучили дома первого уровня, острые топоры, производство оружия и мечи. Но, к сожалению, уже потеряли одного человека. И теперь у них девятьсот девяносто девять человек. У государства Пчелок уровень культуры четвертого уровня. Получение знаний три и восемь. Изучили дома первого и второго уровня. Острые топоры и производство оружия. С Чепупелии уровень культуры пятого уровня. Скорость получения знаний четыре и восемь. Изучили также дома второго уровня. Острые топоры, производство оружия и мечи. Другие государства пока не потеряли своих жителей. У всех, кроме Бутылии, по тысячу человек. Каждое государство уже занимает довольно-таки приличные территории от своего острова. К примеру, Чепупелии занимают уже примерно 60% всех своих территорий. У Бутылии также примерно 60% всех территорий уже заняты. И у Пчелок тоже самое. Построили они уже около восьми хижин. И появился новый альянс. Это альянс между Пчелками и Бутылия. В начале пути развития это может дать огромные результаты. Кстати, государство Пельмени основали еще два поселения. А вот Чепупелия с Бутылией всего по одному. А вот Пчелки, я так понимаю, к сожалению, больше не смогут основать новое поселение. Потому что у них не очень хорошо расположилось это поселение. Ну что могу сказать? Добилы. А нет, я глубоко заблуждаюсь. Они все-таки смогли основать третье поселение. Крутые. Пельмени почти захватила полностью свой остров. Остался лишь незахваченный вот этот маленький клочок земли. У них, кстати, уже появились первые мельницы. Хотя им мельницы вообще не нужны, потому что голод и так отключен. Добилы. В Бутылии также появились мельницы. В государстве Пчелок я пока этого не наблюдаю. Но зато я вижу, как они уже строят новые порты. Скорее всего, они уже поняли, что где-то в центре есть очень ценный остров. А вот в Чепупели есть как мельницы, так и порты. А также у них уже появились первые дороги. Уровень культуры у них уже девятого уровня. Изучили уже дома третьего уровня. Дороги, мельницы и топоры. В Бутылии, кстати, культура уже десятого уровня. И она на данный момент самая развитая. Изучили уже дороги, порты, мельницы, дома третьего уровня. И уже есть луки. И, кстати, у них еще минус один человек осталось 998. И если начнется война между пельменями, то, скорее всего, они будут уничтожены. Потому что воевать против трех государств это максимально нелогично. Но, с другой стороны, объединиться в альянс, чтобы уничтожить другое государство, это довольно-таки умно. В государстве Пельмени у каждого поселения, которое находится у берегов, уже есть порты. То есть, здесь, здесь и здесь. И вот, Бутылия объявила войну пельменям. И это означает, что целый альянс сейчас будет воевать против пельменей. Пельмени, мне вас искренне жаль. Представляю вашему вниманию NextRP. Это онлайн-рулплей игра с большим открытым миром с реальными российскими городами. Такими, как Москва, Сочи, Новороссийск. В этой игре ты можешь быть кем угодно. От курьера, работая в сфере обслуживания, до настоящего босса мафии. Хочешь идти честным путем обычного работяги? Тут тебя ждет десятки глубоких работ от фермера до дальнобойщика. Хочешь короткий рискованный путь? Тогда присоединяйся к местным бандам. Заработать денег здесь куда опаснее. Но и навариться можно намного быстрее. А если конкуренты начнут баковать, то закупись стволами. В NextRP добавили новый арсенал. Тут и найдешь любимую УЗИ, калаш или даже пулемет. Но если ты считаешь, что все это детские забавы, то вступай к правительственным фракциям. Например, мэрии, ФСИН, ППС, ДПС, армии и медиков. И наслаждайся роллплеем. Кстати, для любителей стрельбы в NextRP регулярно проводят ПВП-турниры на крупные денежные суммы. Если хочешь принять участие и показать свой скилл, то скачивай игру по ссылке в описании. А чтобы подняться было проще, вводим мой промокод, там куча интересных бонусов для новичка. Увидимся на NextRP. И вот Чубепелия сейчас высадит свою армию в государстве пельменей. Их, конечно, тут немного, но все же. Начался захват первого поселения, и они успешно его захватили. И вот началась первая стычка. Командир один пошел в бой, и его просто убили. Армия пельменей обратно отхватила свое поселение. Если смотреть на культуру, то пчелки вырвались вперед. Теперь у них уровень культуры 13 уровня. Это выше, чем у других. Изучили они уже производство брони. Управление 11. Это повышает максимальное количество деревень, которыми может править королевство данной культуры. Изучили также дома 4 уровня. И изучение знаний у них 9 и 8. Чубепелия и культура 13 уровня. Изучили они трансформацию культуры. Это увеличивает шансы, что другие культурные зоны будут преобразованы в их культуру. И изучили они также дома 4 уровня. Бутыли и культура уже 13 уровня. Изучили также дома 4 уровня. И копья. Остров посередине, кстати, еще никто не захватил. И вот армия государства Чубепелии была высажена на территории пельменей. Здесь на самом деле небольшая армия, всего 4 человека. Пельменя все-таки смогла отбить эту атаку и захватила это поселение. Опять. Кстати, государство Чубепелии основало свое поселение на центральном острове. То есть все эти ресурсы принадлежат теперь им. Если посмотреть на все государства, то все захватили свои острова. Чубепелия опять высадила свою армию в государстве пельменей. А войско пельменей пока просто стоят в сторонке. Да, и война, кстати, была окончена. Пельмени просто максимально тупо отдали свои территории, когда могли их просто обратно отхватить. И теперь у них осталось 903 человека. Пчелки пока войну не вязываются, они сидят на своем острове. И, кстати, альянс культ коробок был расформирован. Теперь каждое государство само за себя. Неплохо Чубепелия постаралась для государства Бутылия. Они просто потратили свои войска, чтобы подарить новые земли государству Бутылия. Я могу сказать, что этот мув от этого государства был просто гениальным. Пчелки у нас расположились на втором Чубепеле, на третьем, и пельмени, конечно же, на четвертом. Культура у пчелок уже 18 уровня. Прошло тем самым у нас 55 лет. Это означает, что самое время включать гневных жителей, чтобы бои стали намного эпичнее. И опять была объявлена война Бутылия против пельменей. Пельмени потеряла столицу с огромным количеством людей. У них осталось всего 48 человек. Это было максимально тупо со стороны пельменей отдать столицу, отдать основную свою армию. Тем более были включены гневные жители. Их армия вообще находится на этом острове. Что ты тут делаешь, бро? И вот пельмени была полностью уничтожена. Теперь Бутылия контролирует сразу два острова. И у них 1849 человек. Чубепелия на центральном острове почти добыла половину всех ценных ресурсов. И если этими ресурсами грамотно распределиться, то Чубепелия может стать самой великой державой. Кстати, государство Бутылия на своих территориях построило такие баллисты. То есть их защита стала еще круче. В Чубепелии, как ни странно, до сих пор все деревянное. Идет у нас уже 72-й год. Культура пчелок достигла 23-го уровня. У Чубепелии 21-го, у Бутылии 20-го. В общем, челки изучили уже жилищный вопрос первого уровня. Повышает максимальное количество людей, которые могут жить внутри домов. Изучили материал бронзы, меди, управление второго уровня. В Чубепелия, кстати, изучили храмы. И изучили арбалеты. Это, если что, мод, который можно скачать в Телеграме по ссылке в описании. Кстати, началась война. Война с государством Пчелки и Чубепелия. Чубепелия уже высадила свою армию. Во, что это? Тут какая-то огромная пушка. Пчелки отдали свое огромное поселение. И теперь армия из обычных жителей направляется в эти поселения. У пчелок осталось всего 44 человека. Но зато армия пчелок находилась на государстве Чубепелия. И уничтожила это поселение. Тем самым отдав новые земли государству Бутылия. У Бутылии какой раз уже появляются халявные земли. Пчелки, кстати, вернулись на свои армии и начнут потихоньку отбивать свои территории. Они смогли вернуть свое поселение. Но, к сожалению, людей стало еще меньше. И также было уничтожено это поселение. И второе поселение было тоже уничтожено. У пчелок осталось последнее поселение. Война между Чубепелией и пчелками была окончена. Ну а Чубепелия по итогу потеряла армию. И просто так потеряла это поселение. И за все это время прошло 98 лет. Государство Чубепелии до сих пор выглядит не очень. Есть деревянные дома. Единственная каменная ратуша на все государство. У пчелок есть дома даже 4 и 5 уровня. На данный момент никто не воюет. Все живут в мире. Пока у всех упор идет на развитие. Армия у пчелок оснащена деревянными палками. У кого-то есть каменные мечи, а также серебряные доспехи. А у кого-то уже есть огнестрельное оружие. Прошло уже 177 лет. И появился новый альянс. Альянс между Чубепелией и пчелками. Бутыля была явно этому не рада. И начала войну против этого альянса. Армия Чубепелия и пчелок высадилась на центральном острове. У этого человека есть какие-то бомбы на веревочке. Это кто вообще такой? Он один уничтожил эти баллисты. Армия Бутыля высадилась на территории Чубепелии. И я кстати смотрю, у них даже нет современного оружия. Это поселение все-таки было захвачено. Бутыля высадилась у государства пчелок. Но все-таки эту атаку они смогли успешно отбить. Окей, самое время сейчас проводить дорогу между островами. То есть мы проведем дорогу здесь. Проведем дорогу вот здесь. Проведем дорогу здесь. И проведем дорогу вот здесь. Сейчас на Чубепелии надвигается огромная армия. Просто посмотрите на эту линию воинов. Чувствую, сейчас будет настоящая заруба. У них огромное количество лучников. Также челики, которые бросают гранаты. И сразу же это поселение было захвачено. Огромное количество обычных жителей вышло на войну. И каким-то образом обычные жители смогли уничтожить целую армию. Но потеряли они слишком много человек. Бутыля отправляет вторую пачку своей армии. Они беспрепятственно входят в поселение. И тут их встречает армия Чубепелии. Чубепелия очень быстро теряет людей. Но все-таки они опять смогли отбить все это громадное войско. Осталось у них всего лишь 277 человек. А вот у Бутылии до сих пор 1112. И вот Бутыля отправляет третье свое войско. И опять на государство Чубепелии. Они все-таки хотят их окончательно добить. Опять начинаются ожесточенные бои. На помощь вступают обычные жители. Население становится все меньше и меньше. И благодаря обычным жителям они снова смогли отбиться. Но осталось их очень мало. Огромная армия. Просто громедная. Направляется на поселение пчелок. И это поселение было моментально захвачено. И Чубепелия опять смогла отбиться. И теперь идет еще одна огромная ожесточенная борьба. Государство пчелок против Бутылии. Сейчас решится вся судьба. Посмотрите какая тут огромная армия. У кого-то уже есть огнестрельное оружие. Но все-таки красные начинают прорываться. Обычные жители начинают вступать в войну против вооруженной армии. Их эффективно обстреливают с лука и с оружия. Жители не щадят свои жизни. Они идут в атаку. Но главное защитить свои земли. И каким-то образом они смогли отбиться. Вы это можете представить? И посмотрите какое количество человек у Бутылии. 483. Когда было 1000 с чем-то. Снова новая армия красных наступает на территорию пчелок. Тем временем Чубепелия пытается как-то сопротивляться. Государство пчелок к сожалению было уничтожено. И вот цивилизация Чубепелии была уничтожена. Осталась лишь Бутылия. Это сражение было по-настоящему легендарным. И эту карту можно скачать по ссылке в описании в телеграме. А вот такого поворота никто не ожидал.